итак первое растение которым я сейчас вам хочу рассказать вы наверное вы его видите сейчас у себя на экранах это синюха голубая вот она прям синюха красивые синие цветы иногда она называется синюха лазоревая почему мы начинаем с этого растения хотя успокаивающих растений достаточно много все знают и валерьянку пустырник и так далее мы начнем с нее потому что это то что я получила из своего жизненного опыта ее рекомендуют принимать синюху при нестабильных эмоциональных состояниях при неврозах при бессоннице при панических атаках когда человек переживает горе от потери близких людей когда сильное перенапряжение когда болит голова женщинам хорошо при предменструальных синдромах и синюха голубая также хорошо нормализует сердечный ритм вот например у меня есть аритмия и она я ее скажем так длительное время зарабатывала то есть мой способ реагирования на стресс у кого-то начинается там гастрит у кого-то язва желудка у меня всегда сильно билось сердце во время стрессовых состояний когда я очень сильно переживала молодости я вообще на это не обращала внимание то сейчас при небольших небольших нагрузках эмоциональных у меня начинается аритмия поэтому синюха это вот мое растение для того чтобы хотя я достаточно такая сдержанная может быть даже очень закрытая но сердце тем не менее внутри она бьется сильно и вот это то растение которое рекомендуется людям у кого есть эта аритмия повышенное сердцебиение кто реагирует на состояние стресса сдержанно но внутри у него есть этот очень сильный такой непроявленный импульс значит мы с вами да и сейчас вы видите изображение синюхи в коробочке это это говорит о том что синюха спокойно продается в магазинах специализированных в аптеке может быть ее не быть но в специализированных магазинах лекарственных трав например в таком как наш она продается второе свойство синюхи первое это очень хорошее успокаивающее средство это неврозы это раскачивание состояния от депрессии до буйного негодования вот синюха для этого второе действие свойства синюхи это ее помощь бронхолебочной системе лечение бронхолебочной системы профилактика это как раз уже в тему того что когда есть вирусная инфекция эту кашель это одно из очень ярких проявлений неспособность от кашливать отхаркивать мокроты скапливается сипит все внутри здесь ощущение заложенности будут синюха для этого и интересный момент чем же таким синюха чем она таким обладает за счет чего происходит этот от отхаркивающие свойства за счет чего она так активно действует и помогает при вирусных инфекциях в том числе когда они поражают наши легкие это обусловлено тем что синюха содержит сапонины сапонины это такие вещества каждое растение состоит из огромного количества действующих веществ сапонины сапо переводится как мыло с латинского то есть это сапонины это мылящиеся действующие вещества а мы вспоминаем в начале нашего разговора я вам сказала что у вируса оболочка липидная жировая и что жиры хорошо разрушаются в том числе мылом то есть принимая внутрь препараты которые богаты сапонинами в частности синюха мы получаем эти мыльные вещества внутрь себя мы их принимаем и они таким образом разрушают оболочку вируса это не значит что когда вы заварите синюху у вас будет мыльный раствор нет это значит что сапонины перейдут в воду то есть у вас получится там настой а дальше это все уйдет наш организм и при определенном накоплении сапонинов внутри они будут как раз и действовать как мыло действует на когда мы моем наши руки если на них не дай бог попал вирус то есть сапонины разрушают липидную жировую оболочку вируса это то о чем я вам говорила в начале что у него есть его уязвимое место синюха горькая на вкус ну такая можно сказать гадостная ну что поделать можно ее попить можно ее делать не такой сильно заваренной как заваривать я вам чуть попозже расскажу когда мы все травы с вами пройдем я отдельно остановлюсь на том как заваривать значит у синюхи применяется и корни и трава корни просто больше содержат сапонинов чем у верхней части у травы что найдете найдете травку хорошо завариваете корень замечательно дальше следующее растение которое мы будем говорить пожалуйста следующее растение из раздела успокаивающих трав мы сегодня с вами рассмотрим несколько растений в каждой группе несколько растений на самом деле сегодня описано лекарственные свойства около трех тысяч наименований разных трав которые растут на территории россии и в других странах в индии там в тибете южной америке это около трех тысяч наименований разных видов лекарственных трав следующая картинка по успокаивающим травам я прошу вывести на экран это я взяла несколько растений пустырник боярышник мяту и душицу пустырник кстати тоже горький синюху детям можно смотря сколько ребенку лет но просто она горькая ребенок ее не будет пить тогда лучше взять траву она менее горькая ребенку заваривают в дозу в три-четыре раза меньше чем взрослому и напишите сколько ребенку лет чтобы было понятно кстати детям которые очень беспокойны гиперактивные не засыпают и там носится до двенадцати часов ночи не хотят спать и невнимательны можно заваривать синюху да просто мне нужно понять сколько ребенку лет потому что двух-трехлетнему ребенку это там буквально капелька потому что все-таки сапонины ну условно относится к ядовитым веществам и когда я буду говорить ядовитые травы ядовитые вещества я прошу вас не пугаться потому что сегодня мы почти не будем рассматривать растения которые ядовиты так что от них можно умереть максимум что от них можно это передозировки это тошнота тошнота рвота но это только если вы совсем не соблюдаете да три года понятно ну вот сделайте пол чайной ложечки на 300 миллилитров воды горячей и давать сколько лет ребенку столько капелек то есть пипеточкой три года значит три капельки этого отвара попробуйте на языке если она горьковато чуть-чуть добавьте меду